Добрый день, уважаемые участники нашей международной конференции, товарищи друзья. Мы собрались в этом чумном зале, в котором несколько дней назад состоялся торжественный вечер, посвященный столетию образования Союза Советских Сатистических Республик. Мы отвечаем эту славную дату прежде всего потому, что нашим предкам, а нашим отцам и дедам хватило государственной мудрости объединиться в единое Отечество после того, как Российская империя наряду с германской, австро-венкерской, таманской сгорели Первые мировые войны. Но мы восстановили свою государственность на основе не имперских амбиций или национализма, а на основе труда, справедливости, гуманизма, дружбы народов, прекрасного образования и великих социальных завоеваний для трудящихся. Сегодня мы все ощущаем тот трагизм, который случился в начале 90-х. И ощущаем это прежде всего системным кризисом. Я писал специальную записку президенту и руководству страны, что за 200 лет было 12 кризисов капитализма, но два системных в прошлом веке закончились мировыми войнами. Сегодня я разгулялся новой системной, и русскому миру, и нашей стране надовцы, американцы фактически объявили войну. По сути дела она идет не только на ридной Украине, у меня супруга с Украины, у меня отец сражался за Украину, его старший брат там похоронен. Я считаю, что это вызов всем нам. Из системного кризиса можно выйти только сплачиваясь и объединяясь, но чтобы объединяться, надо иметь соответствующие основы и государственную волю, и законодательство, и целевые установки. На мой взгляд, за последнее время они определены, и мы максимально будем способствовать укреплению связей по всем каналам. Здесь особая роль отводится нашим парламентариям, и наша фракция, весь депутатский корпус, у нас по линии Компартии почти 12 тысяч депутатов во всех субъектах Российской Федерации. Будем этому максимально способствовать. Максимально. Прежде всего нам надо устранить технологические угрозы отставания, и для этого мы подготовили соответствующую программу. Ваши товарищи у нас будут завтра во фракции. Мы готовы представить новую программу победы, закон образования для всех, и все, что связано с отраслевыми производственными и хозяйственными отношениями, включая уникальный опыт народных предприятий. Они объединили все лучшее, что было в советской эпохе, и все лучшее, что было при защите детства, молодежи и материнства на базе такого рода предприятий. Я вас приглашаю в следующую встречу не только посетить исторические мемориальные места, но и познакомиться с уникальным хозяйством совхоза имени Ленина, который стал чемпионом по всем показателям в нашей стране. Там мы сумели объединить современное предпринимательство, лучшую в Европе и в мире школу, всю систему профориентации и подготовки, самыми уникальными технологиями организации заботы о людях и производственного цикла. Мы считаем, что сегодня исключительно ответственное время и никому в одиночку не удастся спастись против вызовов, которые грянули. Не случайно сегодня по линии СНГ укрепляются связи, не случайно эффективнее работает БРИКС и ШОС, и в этом отношении наша партия имеет уникальный опыт. Она все сделала для проведения крупных международных форумов по линии евразийского пространства. Мы их собирали и в Пекине, и в Баку, и в Астане, и считаю, что на этом направлении у нас с вами хорошие перспективы. Еще раз приглашаю всех к конструктивной работе осознать, что вызов, брошенный натовцами, американцами и войной нам. Он угрожает каждому. Никому не удастся отсидеться в сторонке. Ни большой и сильной Украине, ни щирой недавно... Ни большой и сильной России, ни щирой недавно Украине, ни милой и трудолюбивой Белоруссии. Сегодня вызов самый грозный, на мой взгляд. И не случайно президент Путин сказал, что нам предстоит очень трудное десятилетие. Эти трудности можно преодолеть только вместе. Мы готовы к этой конструктивной и слаженной работе. Желаю всем успехов и приглашаю посещать нашу фракцию и комитеты, которые возглавляют профессиональные работники. Здесь академик Кашин, который возглавляет аграрный комитет, подготовил великолепные три программы. Новая целина, она коснется фактически всех. Здесь Ахстанина, которая по детству предложила восстановить детям все социальные завивания. И Харитонов, который у нас занимается комитетами Сибири, Дальнего Востока и Севера, где основная энергетическая база. Тут есть место для совместной работы всем. Спасибо, удачи всем. Спасибо.